Всем добрый день, меня зовут Вячеслав Крюков, фирма оптозапчасти. Сегодня я снимаю видео про заводы, которые делают пальцы поршня для различных моделей двигателей. Мы рассмотрим на видео двигатели Fav, Cummins, VH. Сейчас все внимание на стол, я переключаю режим. Итак, вот так сегодня выглядит стол. Я на самом деле уже давно приготовил материал для данного видео, но все никак не было времени все это как бы доделать и снять для вас видео. По сути, материал, возможно, будет интересен очень узкому кругу лиц, потому что пальцы поршня это, в принципе, наверное, не самое интересное в поршневой. Но тем не менее, для тех, кто хочет просто для себя поставить галочку, что он очень хорошо разбирается в заводах, которые делают пальцы поршня, чтобы просто разбираться во всех этих поршневых, в запчастях, которые входят в поршневую, потому что на рынке очень много перепаковщиков в виде там Huatai, Leo, Creotec. Хочется понимать, что у них, что в оригинале вообще, в принципе, должно быть. Вот поэтому для этого я приготовил вот эту табличку. Сейчас все внимание на эту табличку. Здесь вот 17 заводов. Возможно, есть еще какие-то заводы, которые сюда не попали, но для нас это не принципиально, потому что, начиная с позиции с 11 по 17, выделены все основные заводы, ОЕМ-заводы, которые, собственно, и присутствуют на рынке как оригинальная продукция, как ОЕМ-заводы, на которые вы должны, в принципе, обращать внимание, если вы ищете оригинальные запчасти. И немалый список заводов с 1 по 10 номер, да, вот здесь у меня, это вот заводы C+, в частности, вот видите, C+. То есть это те заводы, которые тоже присутствуют на рынке, но не идут на конвейер. И сейчас мы рассмотрим, почему в списке есть и эти заводы, и другие, и как они связаны с перепаковщиками, в частности. Итак, по FAV я вот хотел бы отдельно отметить на видео, у нас идет обычно 3 завода, с которыми FAV работает. Это завод Borgis Norton, здесь в данном случае никаких таких обозначений, которые прям конкретно говорят, что это Borgis Norton, вы не увидите. У них просто есть коды заводов, вот LGC74, вот здесь видно этот код, этот код соответствует Borgis Norton, например. А вот здесь, например, написано на пальцах поршня, причем в разные годы выкупленный у дистрибьютора. Посмотрите, LOB27, то есть здесь вот исполнение такое, как вот на этом пальце, вот здесь уже другое с логотипом FAV, но тоже LOB27, то есть это то же самое. Вот еще этот же палец поршня с маркировкой вот здесь 0.3, то есть это все один завод, и завод этот называется у нас Сянходзюй, то есть это вот этот торч, который вот здесь на упаковке. Здесь в данном случае вот тоже LOB27, видите, на этом пальце написано. И вот, соответственно, из упаковки самого завода мы вытащили ZX03. То есть если мы смотрим по маркировкам, которые на пальцы наносятся, то это может быть либо от дистрибьютора разметка, либо разметка на пальце от самого завода. И вот здесь, например, глядя вот в эту табличку, да, вот здесь мы видим под цифрой 11, Jujou Sianhodzüi, то есть это вот ZX, вот эти самые, это и есть завод, который Sianhodzüi, факел, факел переводится на русский язык, вот по-английски Torch, еще раз, не обязательно он будет в этой упаковке, когда вы его, например, будете находить, покупать. Вот здесь просто пометочка идет в табличке, что, например, для Sinatra, Vechai, Fav, Cummins, он встречается. Вообще этот завод, Sianhodzüi Torch, он принадлежит полностью Vechai, то есть это дочернее предприятие Vechai, оно конкретно делает для разных компаний, для Sinatra, в частности, для Fav, даже встречается у Cummins где-то в каких-то, может быть, вариантах, то есть, в принципе, достаточно большой спектр фирм, с которыми работает конкретно данный завод, вот, и, в принципе, это нужно знать. Так, далее, это у нас пальцы на Cummins 6ST 6L, вот я достал оригинальный палец, вот 395.05.49, это на 6L ASLE палец, вот он, вот именно вот это оригинальный палец и варианты его на рынке, то есть есть варианты вот от этого же завода с другим нанесением маркировок и очень-очень большое количество вариантов от Creotec, Huatai, Leo и пошло-пошло, то есть на рынке очень много вариантов этих пальцев, возможно, вы даже какие-то из них видели, то есть в вашем городе, возможно, и эти варианты, есть. Мы сейчас рассматриваем все варианты, чтобы понять, что вам не подсовывают под видом оригинала, не оригинал, то есть я сейчас все пройдусь подробно, мы сейчас посмотрим, как отличать оригинал, каким он должен быть и как выглядят аналоги. И вот в Ичай, например, вот здесь у меня ВИЧай ВП-6 палец, ВП-7, чуть побольше которой, и ВП-10, ВД-615, да, пальцы пошли, вот они, тут тоже различные варианты есть, в том числе от перепаковщиков, и ВП-12 пальцы, вот здесь идут Creotec, Leo, то есть я, в принципе, постарался собрать как можно больше вариантов, также вариант от завода Dzingan здесь есть, вот сейчас мы все-все подробно посмотрим. Итак, будем смотреть на примере таблички от ВИЧай, вот я здесь ее приготовил, в табличке от ВИЧай, которую вот эту конкретно я сделал, здесь очень удобно смотреть по кодам заводов, потому что здесь 6 заводов, которые, в принципе, вот здесь в основном представлены. То есть вот здесь в этой табличке, если мы не берем самые последние 2 завода, которые идут у ЮйЧай в частности, вот видите, в конце списка ЮйЧай подписаны номера заводов, просто именно эти заводы, которые делают для ЮйЧай, они только для ЮйЧай и делают, и они не встречаются у других вариантов, зато остальные другие заводы, которые есть на рынке именно в оригинале, они встречаются практически у всех, то есть если мы возьмем Синатрак, ВИЧай, ФАВ, Каминс, то мы увидим в различных вариантах эти же самые заводы у этих дистрибьюторов, то есть они наиболее интересны, эти заводы, мы сейчас их рассмотрим. Вот, например, первый код завода, который встречается 2510 у ВИЧай, здесь он на пальцах наносится, то есть у всех пальцев поршня, если мы говорим про ВИЧай продукцию, наносится код завода четырехзначный, вы уже знаете, уже не один раз мои видео смотрели, здесь конкретно палец VP6 и VP7 с кодом завода 2510, это завод Шэнжуи Чуэндун, я уже про него как-то говорил на других видео, этот завод, вот в основном у ВИЧай встречается этот завод, и еще завод 6960, он тут же ниже по списку, Сян Ходзюй, Ходзюй это с китайского переводится факел, и вот в данном случае на данном видео нет этого кода завода, конкретно на этих пальцах, но он встречается вот здесь у ФАВ тоже, вот видите торч написано, торч это по-английски факел, вот мы конкретно вот этот завод рассматриваем у ВИЧа, он под кодом 6960 идет, почему два этих завода наиболее интересны, если мы говорим про ВИЧай в частности, потому что Шэнжуи Чуэндун, это по сути совместное предприятие с ВИЧай, а Ходзюй, вот этот Сян Ходзюй в частности, это по сути дочернее предприятие ВИЧай, и поэтому у ВИЧай чаще всего и встречаются два этих варианта, а не какие-то другие, например, которые встречаются у других дистрибьюторов, вот например мы дальше по списку идем, пара слонов, бренд Шуан Сян называется, то есть он выглядит вот таким образом, Шуан Сян, в основном у Синатрак, в некоторых вариантах у Каминс даже, может встречаться вот как вот здесь, вот здесь очень плохо видно, но видно эти пару слонов, в частности вот для пальца Каминс 6СТ6Л, вот он тоже встречается, то есть пара слонов это безусловно оригинал, если вы его видите, то можете тоже смело брать, вот УВИЧай код завода 6241, но в основном УВИЧай вы не найдете под этим кодом, на складах пальцев, вот именно вот, чтобы был именно этот код выбит, в основном вы будете видеть только именно как логотип, то есть это непосредственно выкуплены у завода палец, вот далее, 27.11 это Боргес Нортон, Боргес Нортон в основном встречается у Каминс, у УВИЧай тоже очень мало вариантов, которые вообще можно было бы показать, здесь даже этого варианта нету, Боргес Нортон это вот он, палец который я вытащил из вот этой упаковки, официальный Каминс, вот как обозначение наносится, вот видите там 52, БН 312, на данном варианте, и такой же почти вариант, вот БНВАЙДЖИ, то это, то есть Боргес Нортон Инь Гуан переводится, ну расшифровывается, это вот один и тот же палец, с разными маркировками от одного завода, то есть вот этот вариант именно оригинал у Каминс, для двигателя 6Л АСЛЕ, если мы например возьмем двигатели Каминс М11, или НТ 855, или КТА 19, мощнее, которые движки идут у Каминс, там может стоять уже палец Бухай, например, Бухай, и у него соответственно свои уже коды завода, свои маркировки, то есть для разных двигателей, для разных моделей, может выбираться конкретный производитель, конкретный завод, то есть не обязательно, что вот именно Боргес Нортон, вот этот вот, как в данном случае, будет идти для всех моделей двигателей, то есть возможны варианты, вот давайте дальше идем, по списку, Бухай, вот он кстати, 1527 номер, здесь он тоже вот присутствует, среди пальцев на ВД615 ВП10, вот он его значок, Бухай, как код завода, он здесь не подписан, потому что данный вариант, данный палец поршня, он выкуплен непосредственно у завода Бухай, поэтому у него нету этого кода, вот, и вот еще вот я пропустил, Дзинган у нас здесь был, под кодом 1598, то есть вот они все эти заводы, которые мы проговорили, 1598, давайте я сразу его покажу, вот здесь вот, например, палец на ВП12, вот здесь видно, видите, этот код 1598, и дальше часть каталожен номер 0025, вот этот конкретно палец, это и есть этот завод Дзинган, Дзинган на самом деле тоже очень часто встречается, у разных поставщиков, под разными кодами, вот, тоже очень интересный завод, очень хороший завод, нет такого, что какой-то завод лучше или хуже, просто, по каким-то моделям двигателей, будут встречаться, просто определенные заводы, которые вот только для этой модели делают, то есть такого не будет, что на каждую модель двигателя, можно все эти заводы найти, будет в каком-то случае, например, завод, Вот, например, Бургес Нортон, да, в каком-то случае чаще будет встречаться Дзинган, в каком-то случае Бухай. Это абсолютно нормально. Вот конкретно вот то, что в данном списке, вот мы сейчас еще раз это посмотрим. Вот я увеличил, да, чтобы вы могли весь лист увидеть, то, что мы проговорили. Вот это конкретно и есть все заводы, которые присутствуют на рынке и которые делают пальцы поршня. То есть это и есть оригинал, который можно встретить на рынке. Дело в том, что на самих пальцах зачастую вы видите только коды, каталожные номера. И не можете понять, что это, оригинал, не оригинал. Как правило, вообще ничего не понятно, да. То есть вы просто действуете на доверие, что поставщик, который вам продал, он вам говорит, что это, например, оригинал. А вы ему как бы верите, да, но проверить не можете. И вот какой момент основной хотел я сказать, какая основная цель данного видео. Это просто вам показать, что вот если мы берем перепаковщиков, да, таких как Хуатай, Вайтека, Лео, Криотек, то здесь нужно смотреть. Зачастую вот такие перепаковщики, которые в более дешевом сегменте работают, такие как Хуатай, Лео, они на самом деле перепаковывают не оригинальные, не оригинальные заводы. То есть не те, которые идут на конвейер. Они берут из списка, где C+, вот здесь в данном случае C+, то есть какой-то из этого списка берут. И это, в принципе, даже на некоторых пальцах видно. Вот, например, вот этот палец на СА-6ДЛ-1, вот здесь написано Лео на нем, а с обратной стороны, с обратной стороны JX. То есть это буквы завода. JX у нас не входит ни в один вот этот список, где вот именно оригинал у нас идет, да. То есть это уже какой-то не оригинал в любом случае. Далее вот здесь есть у меня тоже Лео, это на ВП-12 палец поршня. И вот здесь тоже другой значок, смотрите. Вот я переворачиваю, GH написано. GH у меня в списке есть, в списке заводов. Вот здесь самый первый, вот видите, GH обозначение. Вот это у нас Янчжоу Гуанхуи. То есть это конкретно этот завод, он не делает на конвейер, он просто делает пальцы поршня в Китае. И вот Лео конкретно для ВП-12 взял и перепаковал вот конкретно этот завод. Вот в частности, Хуатай и Лео, они берут и перепаковывают C+. Это я сообщаю для того, чтобы вы могли для себя лучше понимать, что если вы, например, ищете исключительное качество и хотите именно купить все, как было на конвейер для вашего двигателя, то тогда лучше Хуатай и Лео не рассматривать как вариант для покупки, а рассмотреть, например, ну, хотя бы Криотек. Криотек, они не случайно подороже на рынке идут, потому что Криотек, он старается перепаковывать именно те заводы, которые изначально стоят. Но тоже, кстати, не во всех случаях. Вот, например, для Cummins, да, вот 6ST, 6L, он взял и перепаковал, вот видите, даже я их рядом поставил, вот есть палец 6ST, ну, здесь в данном случае он 395-05-49, он должен был быть вот такого плана палец вообще по проточкам, но вы его сделали как на 6ST, они, эти пальцы по размерам идентичны, но форма исполнения разная, вот. И здесь в данном случае видно, что вот я его положил с брендом Шуансян, это который пара слонов, один в один, понимаете? Вот видите, все один в один, даже все вот эти, ну, как это, формы, да, исполнения, все одинаковое. То есть здесь в данном случае он просто взял бренд Шуансян Пхай, вот он вот этот бренд, который пара слонов из списка О+, и перепаковал в данном случае его. Но у Cummins не идет для данного двигателя этот бренд. То есть, с одной стороны, Креотех взял ОЕМ-завод, но не конкретно для данной модели. Для данной модели идет вот Боргес Нортон, BNYG, вот здесь конкретно вот эти маркировки, здесь они тоже, эти есть маркировки, видите, BN, BN в каталожном номере, не в каталожном номере, а вот в этом номере код завода, где указан BN, это есть Боргес Нортон. Вот, конкретно для данного двигателя идет Боргес Нортон, но Креотех перепаковывает не его, не его. Здесь в данном случае Лео, ну, например, на ВП-12 мы смотрели, вот здесь в данном случае этот палец поршня, тоже Лео перепаковал, ну, не тот завод, который изначально идет у Вэйчай, а у Вэйчай, я уже сказал, в основном идут заводы Шэнжу и Чуаньдун под кодом завода 2510 и Сянхо Цзюи под кодом завода 6960. То есть все равно перепаковщики именно на пальцах поршня, они немножко хитрят. То есть дают не тот вариант, который изначально стоит на конвейер, а уже другой завод. И для требовательных клиентов это имеет значение, потому что есть клиенты, которые говорят, что мне только оригинал. И вот в данном случае, если только оригинал, я рекомендую покупать все по отдельным запчастям. То есть брать гильзы от завода Утхинцяо, либо Зинб, то есть вы уже знаете, что гильзы это эти два завода в основном. Поршни берем либо Бухай, либо Дзянбинь, либо Мале. Вот кольца поршневые это либо ТГ, либо Сипур. Еще раз напоминаю. И пальцы поршня, соответственно, нужно выбирать вот конкретно из этой таблички, где О плюс написано. Вот видите, вот О плюс, вот они выписаны. По ВИЧАЙ мы их проговорили, на примере ВИЧАЙ, то есть здесь более подробно расписаны их названия, да, более крупно и по-английски, и по-китайски. Вот, все расписано, какие варианты вообще возможны. Вот это они же здесь, эти варианты, все точно так же прописано, вот. Просто вот буквы на их сокращение, да, есть, как на табличке. Вот, поэтому имейте в виду эту информацию, вот, и делайте правильные выводы. На этом все. Если информация показалась вам полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я буду и дальше снимать для вас полезные и информативные видео. Субтитры сделал DimaTorzok